Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, у нас сегодня передача «Полный делягин». Вы не поверите, 13 выпуск. Чёртова дюжина, несчастливое число для вас, для меня счастливое, потому что я всю свою жизнь прожил или в 13-й квартире, или на 13-м этаже, или в 13-м доме. Короткое время я жил даже на 13-й улице. Всякое бывает в этой жизни. Но я, к сожалению, не могу исполнить ставшую привычную речевку, выборы и так далее, потому что они уже давно прошли. И вы справедливо спрашиваете у меня, а где, ну как у нас один выдающийся деятель государственного управления, по любому поводу спрашивал, а где уголовные дела. И, в общем, спрашивал вполне оправданно. Точно так же вы спрашиваете у меня, а где работа, где депутатские запросы, всяк рев. И здесь приходится вспомнить известную поговорку «Кто о чём, а вшивы, а баня». Нет, это не тот бан, в который посылают, не тот бан, в который отправляют, это баня, в который моются. Поэтому вшивы. А депутат и вообще любой чиновник говорит прежде всего о кабинетах. Потому что кабинет – это вторичный половой признак чиновника. По нему сразу чётко видно, какое место человек занимает на самом деле. И на сидит какой-нибудь рядовой чинуша. К нему заходишь, он вообще никто, он помощник советника. Или советник-помощника. А у него вид на три стороны света. У него панорамное остекление. У него в кабинете можно играть не только в футбол. Но и проводить некоторые другие занятия по некоторым другим, но в спорте. И понимаешь, что, конечно, директор – это хорошо. И главбуху – это тоже замечательно. И отдел кадров – это вот так. Но вопросы решаются тут. То же самое с кабинетами. Поэтому в Государственной Думе идет напряженный, интенсивный, подковерный диалог. А это естественный бюрократический процесс. Проблема в том, что если депутата не подключить в розетку, то он же и не работает. Вот, например, я. У нас в Госудуме сейчас 218 новых депутатов. По состоянию на четверг утра. Это, конечно, я могу ошибаться. Это, конечно, я могу заблуждаться. Но многие депутаты эту цифру уже знают. 200 человек не имели кабинета. Что значит «не имеют кабинета»? Это не значит, что они не могут встречаться с людьми и собирать запросы. Нет. Это значит, что не имея кабинета, я не имею компьютера. А не имея компьютера, я не подключен к базе данных. И на бумажке, которую я пишу, не ставится мой индивидуальный исходящий номер. Я, конечно, могу договориться с дядей Васей или с дядей Петей о том, чтобы они ставили свой номер. Но тогда, если я напишу какую-нибудь пургу, или кого-нибудь попытаюсь обмануть, или попытаюсь, извините себя, заняться жульничеством, тогда претензии будут сначала к ним, а кому это надо. Таким образом, пока компьютер не подключили к розетке и не ввели в базу данных, я вынужденно, не могу, даже по самым острым вопросам, отправить депутатский запрос. И сколько это времени будет продолжаться, ведомо только руководству аппарата Государственной Думы. Потому что понятно, что одно дело, когда сидит старая укорененная Дума, и там все сидят зубры и монстры. А когда половину меняется, аппарат, естественно, говорит, так, ребята, а вы знаете, мы поедем, мы, самоотверженные люди, мы поедем вообще в другое помещение, мы будем учиться в кладовках, мы будем тесниться. Но, знаете, перед тем, как туда переехать, там же ремонт нужно сделать, нужно сначала занять главные помещения, лучшие помещения, а вы, товарищи депутаты, пока куда-нибудь отправляйтесь. Депутаты, естественно, сопротивляются, которые там укоренились. Им не хочется сидеть самим в кладовках или, по крайней мере, в помещениях, которые, ну, скажем так, не подходят по тем или иным причинам, потому что у аппарата одни требования, у депутата другие. И когда депутата запихивают в кабинет, который предназначен для аппарата, возникают вопросы. При этом у всех, так сказать, свои, так сказать, предпочтения. Так что, коллеги, я приношу извинения, но меня пока не включили в розетку, как нормального робота, да, и поэтому я пока, к сожалению, депутатские запросы не пишу. Я пока могу только собирать данные, а я их собираю, я их кладу в стопочку, как будут вешаться помощники. Да, вот вы не видите, вот здесь сидит моя помощница за экраном. У нее сейчас было такое выражение лица, что я аж порадовался, потому что сейчас плохо мне. А как только меня воткнуть в розетку, перегрузка наступит уже не у меня, потому что нет бумажки подписывать и даже распечатывать не мне. А дел, которые нуждаются во вмешательстве, с каждым днем все больше и больше, потому что в отличие от депутатов, которым не дают кабинеты, российское государство продолжает работать и продолжает заниматься любимым делом. Когда у нас там люди, новая нефть, что делать с нефтью, помните из учебника химии? Я уж не буду это воспроизводить, потому что, как мне говорят, это начинает пахнуть экстремизмом. А срок давности по экстремизму больше, чем срок пребывания депутата в должности. Итак, просто факты. В Сочи арестовали 11 тысяч земельных участков, незаконно выведенных из состава Сочинского национального парка. 11 тысяч земельных участков, в которых успели вырасти садовые товарищества и даже многоквартирные дома. То есть 11 тысяч участков, это не 11 тысяч семей. Это значительно больше, потому что на многих участках стоят многоквартирные дома, и они заселены и находятся в частной собственности. Множество людей может лишиться своего жилья, и это обычная для нашей страны история. Чудовищно. В Сочи есть национальный парк с причудливо нарезанными границами. С 98 года, 23 года, этими непонятными границами пользовались организации и частные лица. Они вносили участки в кадастровый план и отдавали их под застройку или забирали сами себе. Министерство внутренних дел не прошло и четверти века. На самом деле замечательный результат. И четверти века не прошло. Всего-всего 23 года. МВД заинтересовалась этим делом. Обнаружила 11 тысяч 66 участков. Хорошо, что не 666. Площадью почти 5000 гектаров. И немедленно все это арестовало. Причина путаница – несоответствие карт границам парка. Карт несколько. Датируются они разными годами. И в каждый год разная карта. Как я подозреваю, у муниципалитетов, сменявшихся друг к другу, все эти карты заверяли. Ну а теперь они во всем обвиняют жителей. Эксперты, как я понимаю, связанные с жителем, говорят вам, что частные дома не пострадают, умалчивая о том, что будут с многоквартирными домами. Но, как обычно, никто не ищет преступников, которые этим занимались. Если я, конечно, правильно понимаю. Нашли людей, и нужно их наказывать. Какой-то чинуша 23 года назад или 20 лет назад что-то не то сделал. Теперь людей будут сгонять. И ситуация, когда человек пристрелил двух судебных приставов за то, что они собрались сносить дом многоквартирный, между прочим, в котором он прожил больше полувека всю свою жизнь, никому ничего не научило. Люди подают коллективный иск, боятся, что в скором времени лишатся своего единственного имущества. Правильно, боятся. Ситуация, когда государство производит впечатление оккупационной власти, боятся правильно. Между тем, тоже вопрос о недвижимости. По сообщениям интернета здания знака КУМ. В городе Волгограде. Я подчеркиваю, в городе Волгограде, в городе, в областном центре, в столице Волгоградской области, которую вообще многие называют Сталинградом до сих пор, не в каком-то там поселке, который находится непонятно где, не на хуторе Степном, нет. В городе Волгограде цыган пробил кирпичом голову русской женщине со словами «это наша земля». В общем, я понимаю, возникает ощущение, что примерно понятно, что с цыганами-то случилось во времена Северной Индии. Женщина рассказала, что в минувшее воскресенье в переулке Каневского цыганские дети разогли костер и стали жечь кабели. Естественно, повалил черный едкий дым, стало трудно дышать. Почему они стали жечь кабели? Они выжигали резину, чтобы сдать жилы на цветные металлы. После замечания дети, надо отдать им должное, их воспитали правильно, они потушили огонь, ну, как бы мы не подумали, да, все нормально. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но вскоре пришел пожилой мужчина по имени Михаил. Подчеркиваю, пожилой. Не 20-летний отморозок. Не там 25-летний ваххабит. Нет. Пожилой мужчина, взрослый. И, как утверждает, женщина встала на нее орать, оскорблять, пригрозил, что покажет свои гениталии. Ну, с ним был молодой человек, чтобы, значит, учиться, как правильно обращаться с русскими. А они вдвоем стали, цитирую, женщину, они стали вдвоем ломать забор, кричать, цитирую, убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали? Это в город Волгоград. Вы понимаете, что мы не дадим вам здесь жить? Подчеркиваю, это город Волгоград. Это не цыганский автономный район, хотя вроде таких нет. Это наша земля. Вы здесь жить не будете, вам тут делать нечего. Здесь все наше. Я думаю, что это, так сказать, то, что мы прекрасно все помним по Средней Азии, откуда примерно так же изгоняли русских. Я думаю, что очень скоро, благодаря стараниям мэра Москвы и вице-премьера господина Хусмулина, точно то же самое будет происходить и в бывшей Москве, в будущем или нынешнем Москва-Баде и по всей остальной территории страны. Повторяю, они стали ломать забор, кричать, цитирую, убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали? Вы понимаете, что мы не дадим вам здесь жить? Это наша земля. Вы здесь жить не будете. Вам тут делать нечего, здесь все наше. В ходе конфликта мужчина стал кидать глину, плеваться, а потом бросил кирпич в висок женщине. Пострадавшую отвезли в травмпункт, когда стало ясно, что история не для травмпункта, а в областную больницу. Наложили швы, отправили на больничный с подозрением о сотрясении мозга. Жительница Волгограда также рассказала, что пока она была в больнице, местные цыганские бароны, как я понимаю, это реальная власть в городе Волгограде, цыганские бароны. Губернатор – это пустое место. Забудьте о губернаторе. Какой губернатор? Какой МВД? Какой ФСБ? Какой Следственный комитет? Кто в Волгограде когда слышал о прокуратуре? Реальная власть, насколько можно суить? Это цыганские бароны. Коллеги, значит, если нужно добиться какой-то справедливости, если нужно пенсию получить или что-то, забудьте про СОБЕС. Власть в Волгограде? Как там зовут губернатор? Кто знает, как зовут губернатора в Волгограде? Никто не знает. Эффективный менеджер молодой технократ или что-нибудь в этом духе. Цыганский барон повторил сестре фразы о том, что это их земля, и русским они не дадут здесь жить. Надо сказать, что эта позиция носит весьма обоснованный и, в общем-то, простроенный характер. Около года назад в этом же районе пробили голову матери пострадавшей женщины. Ну, а полиция Волгограда, как я понимаю, не нашла в этом состава преступления. Теперь цыганы хотят снова попытаться привлечь к ответственности, как сообщает знаком, но судя по тому, что год назад не удалось, я боюсь, что привлекут к ответственности женщин, которые наивно думают, что цыганские дети не могут их травить дымом. Ну, согласитесь, это как бы нелепость. Ну, какие русские в России? О чем речь? Россия не для русских. Если я правильно понимаю, конечно, государственную политику, которая проводится системно, целенаправленно и последовательно. Другая новость. Телеграм-канал «Рядовка». В Новосибирске кавказцы вломились в общежитии вуза, чтобы изнасиловать девушек. Ну, официально это называется «снять девушек» на языке новых хозяев России. Но понятно, что если какой-нибудь девушке что-то не понравится, то это перейдет на следующий этап. И избили вступившихся за них парней. Полиция не может найти нападавших, но на момент публикации уже пять дней. А поздней ночью, 15 октября, к общежитию номер один Новосибирского педагогического государства университета подъехала группа горячих мужчин, которые стали требовать себе девушек. Мужчины подъехали, накинулись на парней из первого общежития и потребовали познакомить с тёлками, как это называется, как я понимаю, в цивилизованном городе Новосибирске. Они хотели, как это опять-таки называется, снять девочек. Это уже будет. Мы получили отказ. Рассказывает одна из студенток. Один из компаний начал драку. Ну, то есть, понимаете, вы подъезжаете к общежитию. Ловите первых попавшихся ребят. Говорит, так, ребята, работаем с утенёрами. У нас для вас есть бесплатная работа, если хотите жить. Это норма сегодняшней России. Это происходит, как я понимаю, так. Продолжаю рассказ девушки. Один парень убежал в нашу общаку, второй в третью. А один парень остался. Ну, и как водится, среди зверей в человеческом облике, на него набросились всей толпой. Он всё-таки убежал. В поисках сбежавшего студента кавказцы ворвались в общежитие. И дальше бегали по этажам и так далее. Слава богу, им никто из девушек не попался навстречу. В целом, было избито трое студентов педуниверситета. У одного выбиты зубы, у второго сломан палец, у третьего разбито лицо. К моменту приезда полиции нападавшие, ну, судя по всему, поняли, что здесь как-то вот с услугами не очень хорошо. И поехали искать добычу, вероятно, в соседнюю общагу. Или в какое-то другое место. К настоящему времени личности, внимание, двоих нападавших уже установили, и вы не поверите, их опросили. Слушайте, это какой-то межнациональный беспредел. Это разжигание межнациональной розни. Как полицейские посмели опросить заведомых преступников, когда они правили на национальности? Я жду сообщений, что полицейских сейчас осудят по 282 статье и выгонят навсегда с работы, как это принято в Германии в похожих ситуациях. Ну, в общем, странно, что не извинились перед этими зверями в человеческом облике, которые так себя вели или ведут, и заставили русских студентов выплатить им штраф, как минимум, за попорченные лица кулаки. Третьего подозреваемого все еще ищут, ну, наверное, чтобы извиниться перед ним, да, принести, как это водится под камеру, горячие раскаяния за то, что посмели как бы помешать ему удовлетворять свои потребности. Но есть и другие проблемы. По сообщениям той же самой рядовки, в Кузбой все люди задыхаются от смога с химического комбината, который принадлежит скандальному олигарху Проценко. Проценко, извините, я уж путаю эти замечательные фамилии. У нас что, скандальный глава коммунарка Проценко, который говорит, что, вы знаете, у меня 70% больных из умирающих умирает от больничной инфекции, и мысли о том, что нужно как бы чистку провести, больницы даже в голове нету. Что онкологический скрининг это плохо проводить, потому что ложноположительные результаты перегружают господ врачей. То, что десятки тысяч людей в жизни спасаются при таком скрининге, это к делу не относится, вот не надо его проводить, это неправильно. Ну, Роман Троценко, он немножко из другой серии. Он возглавлял судостроительную корпорацию. Ну, не нашел общего языка с тогда еще министром обороны Анатолием Сердюковым, ушел. Сейчас 63-й, по-моему, в России по списку Форбс. У него зовут химический азот в Кемерово, который принадлежит этому миллиардеру Троценко. Ну, и 19 октября над Кемерово образовался вонючий смог. Жители города и окрестных поселений жалуются, что их буквально травят. Нечем дышать даже с закрытыми окнами. И жители уверены, что воздух загрязняет химический завод азот. Ну, естественно, кто же может возражать миллиардеру? Поэтому местные власти утверждают, что смог неизбежен для Кузбасса из-за климатических особенностей. А вы знаете, в чем заключается климатическое, по мнению региональных властей, там, по-моему, губернатор этот Цивилев, который на коленях стоял после катастрофы перед людьми, ну, вот этот до сих пор стоит, так и управляет, только уже не перед людьми стоит на коленях, а чуть перед кем-то ищет перед кем-то другим. Оказывается, смог неизбежен для Кузбасса из-за климатических особенностей, которые заключаются, внимание, в отсутствии газификации. Это климат такой, что частный сектор живет за счет печного отопления. Ну, по лойке логично, когда все добывают уголь, уголек вот он, а трубу надо тянуть, и Газпорму нужно сдуплатить. Естественно, до газификации, это не про Кузбасс, это про светлое будущее. Но, простите, пожалуйста, печное отопление существует всегда. Вот я был в Минусинской котловине. Минусинская котловина относительно Кузбасса небольшая. И там действительно лютый смог, газа нету. Это на юге Красноярского края, рядышком с Хакасией. А газа нету. И это для сельского хозяйства восхитительно, потому что горячий воздух застаивается, арбузы вызревают восточной Сибири, понимаете. Когда мне арбуз на стол положили, я пошел на огород проверять, его положили там для украшения, или он действительно тянется, так сказать, стебелек к корню. И этот стебелек прощупал, надо было видеть, как надавно ржали хозяева. Я, судя по всему, у них такой был не первый из Москвы, кто вот этот стебелек прощупает. Потому что он натуральный астраханский арбуз, сказочный. Но там действительно смог от печного отопления, это правда. Но все знают этот смог. Все знают от чего он, и никто на него не жалуется. Все понимают, когда трубу будет, когда труба будет, а сейчас нужно греться чем-то, что есть. И когда жители начинают жаловаться на вонючий смог, которого раньше не было, понятно, что это не пропечное отопление частного сектора. Кстати, заводская лаборатория, как я понимаю, завода Азот, на протяжении долгих лет брала пробы воздуха в частном секторе. Вы не поверите, нарушения не были выявлены. То есть даже, даже лаборатория, которая принадлежит заводу Азот, который подозревается в отравлении воздуха, даже она опровергает своими исследованиями настойчивое изъявление регионального правительства. Простите, пожалуйста. А у нас Кузбасс вообще, он тоже в составе России? Или какая-то офшорная территория? Или эта территория, отдана на растерзание каким-то офшорным структурам? Ну, завод Азот явно же не нынешний миллиардер построил. Его, наверное, народ построил. А почему то, что строил народ, сейчас, предположительно, используется для отравления этого самого народа? Это у нас такая забота о жизни граждан, о котором товарищ Путин тут сейчас на Валдайском форуме нам рассказывал. Просто интересно. В подмосковном видном это уже господин Воробьев. Как назвать город Видный на языке народов Средней Азии я пока не знаю. Но если форт Вердный назвали Алма-Атой, то город Видное тоже как-нибудь назовут. Собственно, это даже в мое время это был поселок, но сейчас считается город, чтобы щечки раздуть на ширину плеч. Подмосковном видном в рамках оптимизации системы здравозахоронения местную поликлинику переоборудовали в хостел для гастарбайтеров. Ну, как это называется, иностранные специалисты по низкоквалифицированному труду. А в самом деле, это же логично, зачем нужна поликлиника? Кому нужно здоровье граждан России, которые занимают место, которые нужно освободить для трудолюбивых соотечественников? Ну, сюда же нужно завести еще несколько миллионов? А где они здесь поместятся? Нужно освободить территорию. Ведь люди умирают не так быстро, как планирует государство. Я смотрю на отчет из пенсионного фонда, и получается, что пенсионеры умирают не так быстро, как должны. Вопреки усилиям власти, цепляются за жизнь. Негодяи. Нужно ликвидировать здравоохранение. А тут еще коронавирус подоспел. Так вдвойне нужно уничтожать поликлинику и размещать на ее место трудолюбивых соотечественников. В результате жители центральных районов города Винного, центральных, не окраинах, боятся по вечерам выходить на улицу. Тысячи семей стали заложниками хостела. Это такая общага. Общага, в которой живут гастарбайтеры. В которой власти превратили бывшую поликлинику. Она же не сама превратилась. Это же власти города Винного уничтожают здравоохранение, чтобы запустить побольше людей, которые даже не понимают по-русски. Как сообщают новости, пещерные многонационалы, многие из которых почти не говорят по-русски, оккупировали дворы и спортивные площадки, пристают к детям и девушкам, ну и постоянно грабят дачные участки, чтобы разжиться с ясным, ну или какими-нибудь вещами нужными в быту. Ну уже все знают, в Подмосковье уже все выучили, что когда кто-нибудь в поселке строит дом и приглашает гастарбайтеров, то после этого гастарбайтеры грабят все, что находится вокруг. Ну если, конечно, стройка заканчивается в то время, когда там нет людей. Через некоторое время будут грабить и с людьми. Мы прекрасно помним, как это было по 90-м годам в Средней Азии. Совершенно очевидно, что Хольстон функционирует с нарушениями, извините, общага работает с нарушениями всех возможных норм, но неизвестно даже, кому она формально якобы принадлежит. Я думаю, что она принадлежит местным властям, муниципалитету города Видного. Ну, партия Едим, некоторые называют ее Единая Россия, но в данном случае Едим Россию будет, наверное, лучше соответствовать функциям, которые они выполняют. Тем временем, ну здесь написано «Московский митрополитен». Ну, слушайте, ну что за глупости? Ну как, какой московский митрополитен? Вы о чем? Это было в прошлом. Это было при раннем Путине. Митрополитен Москва-Бада набирает кассиров и консультантов с обязательным знанием узбекского и таджикского языков. С 11 октября вакансии появились на сайтах трудоустройства. Пока такие кадры набираются для работы на станциях, на двух станциях метро Прокшина и Лесопарково. Лесопарково. Они выводят в то самое городское поселение Сосинское. Почему Сосинское? Что за ущемление? Что за разжигание межнациональной розни? Почему метро Прокшинское? Почему метро Лесопарково? Почему поселение Сосинское называются в России по-русски? Вы что, с ума посходили? Поселение Сосинское, городское, на 162 тысячи населения только официально зарегистрировано 66 тысяч гастарбайтеров. Там уже создана вся инфраструктура, чтобы приезжие из Средней Азии, который там якобы сдает какой-то экзамен по-русски. Не нуждался в изучении русского языка. Вся навигация в метро и на автобусных остановках с сентября переведена на таджийский узбекский язык. Коллеги, это преступление. 282 статья УК. По вас плачут московские власти. Как вы смеете в Москвобаде, в местах, куда вы же сами завезли гастарбайтеров, иметь русские названия? Вы понимаете, что через пару лет они вас посадят? И русский суд, может быть, с тоже судьями, выходцами из солнечных республик, вас просто посадят за разжигание межнациональной розни, за ущемление людей по национальному признаку. Но они по-русски экзамен сдали, деньги заплатили. Как они могут в России говорить по-русски? Что с ума посходили? После публикации телеграм-каналом вредовка этого сообщения власти бросили на защиту, но, естественно, не граждан Российской Федерации, а на защиту интересов тех, кого заменяют, на кого заменяют граждан Российской Федерации и на защиту олигархов тяжелую артиллерию. В виде, внимание, председателя комиссии по гармонизации межрегиональных и межрелигиозных отношений Общественной Палаты России Владимира Зорина, который в 96-99 годах занимал пост главы Комитета Думы по делам национальностей, а в 2001-2004 годах на посту министра курировал в стране национальную политику. Помню его. Вроде был совершенно нормальный человек. А сейчас он заявляет. Узбекский или таджикский может знать любой москвич, который жил и работал в Узбекистане и Таджикистане. Русский в том числе. И таких людей много, так что никакой дискриминации не вижу. господин Зорин вероятно забыл, как москвичи, которые знают русский язык, убегали из Таджикистана и Узбекистана. И для многих из них звуки узбекского или таджикского языка это примерно то же самое, что для евреев, которые бежали из Германии при Гитлере. Звуки немецкого языка, который на самом деле очень похож на идиж. Но заявление господина Зорина, что таких людей много, это ложь. Итоги переписи населения, скажем, 10-го года. 99,4% жителей России заявили о владении русским языком. Это очень удивительное явление. Там порядка 200 тысяч человек называли себя русскими по национальности, отдельно отметив, что русским языком они не владеют. но тем не менее таджикским владели 0,1%, а узбекским 0,2% тогдашнего населения России. Но дело даже не в этом. Вот помните, что тот цыган сказал? Это наша земля, вы здесь жить не будете, убирайтесь вон отсюда. Это то, что уже сейчас многие завозимые сюда гастарбайтеры говорят гражданам России. Это наша земля, мы сюда приехали, и ваше государство вам больше не позволит здесь жить, потому что оно уже не наше. И в этом отношении с этими людьми очень трудно что-то им возразить. Я не вижу возражений. Знаете, когда едешь на электричке, так написано крупными буквами наши дети мясо для мигрантов. А что возразить здесь? Что здесь возразить? По-моему, нечего возразить. Вся государственная политика собственно этим лозунгом и выражается. Ну и завершающая новость. Москвичи, живущие рядом с гастарбайтерским общежитием на улице 2-я Вольская, дом 5, корпус 2, постоянно сталкиваются с пьяными и агрессивными гастарбайтерами. Ну, пьяный мусульманин это, в общем, вещь странная, но мы уже к этому привыкли. Уже ни у кого никакого когнитивного диссонанса не вызывает, что пьяный мусульманин вот для этой публики это нормально. 19 октября человек попросил одного из дикарей, ну, вероятно, трудолюбивых соотечественников имеются в виду, не шумеет, за что был избит. Забавно, что перед выборами в Государственную Думу эта общага была торжественно закрыта и всеми объяснили, всем объяснили, что это сделано усилиями тогда еще кандидата в депутаты Татьяны Буцкой. Но когда Буцкая или Буцкая стала депутатом Госдумы от Единой России, общага снова открыла свои гостеприимные двери. Я думаю, что в данном случае вопрос о собственнике этой общаги даже не стоит на повестке дня. госпожа Буцкая или Буцкая, вы точно не являетесь, не участвуете в капитале этого богоугодного заведения. А если вы не участвуете в его капитале, то может быть вы попытаетесь там как-то исполнить свой гражданский долг или нет. Или для извините, членов Единой России это непостижимо. Но в этой новости опять неправильное слово. Какие москвичи временные жители Москва-Бада? Это будет более точно. Учитывая политику Собянина, учитывая политику Хуснулина. А собственно чего я к ним придрался? Я приношу извинения Сергею Семеновичу Собянину и господину Хуснулину Марату Шекерзиановичу. Я неправда на вопросе. Это политика всей российской государственности. Просто они эту политику получают лучше, чем граждане России, все еще не успевшие освободить место для цыган, таджиков, узбеков и прочих трудолюбивых соотечественников. Спасибо.